Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube. Сегодня я хочу поделиться одной книжкой, которую я прочитала. Это стала первой книжкой, которую я прочитала в 2021 году. И я просто мега благодарна автору, что когда-то на её канале я узнала о том, что она написала книжку. И я благодарна своему тайному Санте, который подарил мне эту книжку на Новый год по моему заказу. Ну так вот, книжка, о которой я говорю, это книга Татьяны Конкиной под названием «Умница, красавица, богачка». Казалось бы, очень такое странное название, совершенно не продающее. Именно вот из-за суффиксов вот этих уменьшительно-наласкательных оно как-то не привлекает внимания. Но поскольку я подписана на YouTube-канал Татьяны Конкиной, и он мне очень нравится, очень много ценного я для себя могу из него взять, я решилась прочитать эту книжку. И я была мега в восторге. Я очень рада, что мне эта книжка попалась сейчас, и немного сожалею о том, что эта книжка не попалась мне чуть заранее. И забегая вперёд, скажу, что если вы хотите как-то подрихтовать свою жизнь, роете материалы на эту тему или вообще хотя бы задумываетесь об этом, то не думайте, купите книжку Татьяны Конкиной, прочитайте, и вам станет понятно. Видеоматериал или аудио не суть. Я оставлю ссылку на Литресе, потому что я там покупаю книжки в описании и расскажу, чем же она меня так зацепила. Ну, во-первых, в этой книжке Татьяна очень много рассказывает про успех. Но не тот успешный успех, типа как делайте карту желаний, носите верёвочку на руке, загадайте, чтобы был денежный у вас поток, нарисуйте денежную девятку, ну и всякого много разного странного, что советуют нам на многих курсах и тренингах. Что типа пожелаешь, и вот оно типа случится, не случится. Татьяна рассказывает, как своим трудом, своими мозгами достичь тех целей, которые ты хочешь. Это и финансовые цели, и личностные цели. Она даёт очень много советов по инвестициям, по тому, как строить правильное отношение, как ухаживать за собой и заниматься фитнесом, почему это важно, какие витамины можно пить. У неё, кстати, очень классный, с точки зрения меня, как консультанта по имиджу и стилю, я понимаю, что она даёт очень дельные советы именно по имидж-консалтингу. Она даёт классные советы по этикету. Так, в общем, все книжки, все советы, которые она даёт, они касаются абсолютно всех сфер нашей жизни. И она не просто разглагольствует на тему, что надо бы что-то сделать. Она именно даёт советы по пунктам. Раз, два, три. Делай так, и всё у тебя будет нормально. Это очень ценно, поэтому я советую всем девчонкам прочитать эту книжку, дать перечитать своим подругам, коллегам, дочерям. В общем, всем это прочтение я считаю обязательно, потому что, прочитав эту книжку, вы уже поймёте, где у вас какие-то пробелы, где нужно прокачать, может быть, чуть сильнее. Потому что, к сожалению, такого чтива маловато. И, кстати, эта книжка может быть не обязательно к прочтению только женщинам. А вполне она зайдёт и молодым людям, мужчинам, если они так же хотят себя прокачать и чего-то достичь в этой жизни. Ну и давайте я прямо расскажу, какие советы особенно зашли из этой книжки мне. Первый постулат – это знание сила. Невежество – трагедия, невежество – это бедность. Вот сто процентов это так. Причём, когда мы изучаем что-то новое, неважно в какой это сфере, мы качаем свой мозг, потому что книги – это пища для ума. И развиваясь в одной теме, вы одновременно, чтобы быть докой в какой-то узкой теме, нужно куда-то ещё в другие темы залезать. Поэтому, развиваясь в какой-то одной теме, вы другие темы немножко прокачиваете. А если вы пойдёте дальше и составите себе план, например, в каких-то разных областях, которые вас хотя бы чуть-чуть интересуют прокачаться, то будет много знаний, будет много у вас возможностей. И, во-первых, перспективы открываются шире, и вы видите мир гораздо интереснее и гораздо шире. Причём, если вы не знаете, с чего начать, возьмите просто книжки, условно, для начинающих вообще в разных сферах. Таких книжек есть очень много. Они призваны именно привлечь внимание людей, которые ещё не в теме, и заинтересовать их этой темой. Поэтому берите любые книжки для начинашек по любой теме, читайте. Что-то вас обязательно заинтересует, когда вы переберёте несколько штук. Ну и дальше можете уже развиваться в какой-либо сфере более глубоко и детально. Следующий постулат — это финансовая независимость, путь к счастью и к собственному выбору всего. «Рассчитывай только на себя, свои силы, знания, навыки и деньги». Это очень важный совет для девушек больше, потому что сейчас, несмотря на то, что уже давным-давно и девочки, и мальчики учатся вместе в школе, получают одинаковое образование, имеют практически равные возможности, есть, конечно, исключения. Всё-таки у нас патриархальное сообщество, но, тем не менее, у женщин практически такие же права. К счастью, и надеюсь, это будет дальше продолжаться, и в конечном итоге мы получим равные права во всём. Я имею в виду возможности получить какую-то должность, возможности получить такую же оплату труда и прочее. Несмотря на всё это, есть очень много современных тренеров, современных людей и мужчин и женщин, которые транслируют какие-то ведические, скажем так, правила, какие-то устаревшие, на мой взгляд, правила, которые гласят, что женщина должна быть хранительница очага, ждать мужа дома, заниматься бытом, заниматься детьми, не должна работать и должна, собственно, как-то жить за счёт мужчины. Это, конечно, прекрасно, если так всё складывается в семье и так удобно обоим в семье, но, к сожалению, в реальностях современной жизни это маловозможно. Поэтому, чтобы у вас был выбор всего и вы не зависели, лучше рассчитывать на себя, на свои силы и научиться зарабатывать самой, потому что муж – это хорошо, но он не вечен, с ним может что-то случиться, он может заболеть, он может умереть, он может в конце концов уйти к другой женщине, а вы, как женщина, обязаны будете себя содержать сама и детей тоже. Поэтому лучше заранее к этому подготовиться и впоследствии, если вы финансово независимый, вы вообще вольны выбирать того мужчину, который вам нравится, который вам заходит по каким-то там внутренним приоритетам, а не только из тех мужчин, которые способны вас каким-то образом материально содержать. Третий постулат – это аффирмации. Я периодически практикую эту историю, понимаю, как она работает. Татьяна тоже говорит о том, что аффирмация – это хорошо. И вот мне очень понравилась аффирмация, которую она озвучила в своей книге. «Я молодая, красивая и очень успешная женщина. Я выгляжу на 27 лет. У меня море энергии и энтузиазма. Люди любят меня. У меня много денег, и они всегда в достатке. Все мои родные и близкие живы, здоровы и процветают». Ну, прекрасная же установка. И вот аффирмация – это как раз установки позитивные, которые мы проговариваем ежедневно. И если, например, изначально аффирмация может казаться каким-то абсурдом, то проговаривая её каждый день или утром и вечером, например, в течение месяца, в какой-то момент ты перестаёшь думать, что это абсурд, начинаешь в неё верить, а потом она как-то немножечко начинает трансформировать свою жизнь. Я это практиковала с тем, когда прокачивала любовь к себе, и могу сказать, что на мне это работает. То есть это работает не только у каких-то тренеров, это работает у простых людей, как у меня, и плюс очень много исследований на эту тему. Поэтому если не верится, попробуйте, и у вас тоже получится. Далее. Дом и минимализм. Если вы живёте как животное, в бардаке, вы никогда не сможете расслабиться и поправить свои дела. Выбрасывайте все лишние вещи, а после организуйте те, что остались. Если у вещи нет места, значит, она вам не нужна. Вот тоже 100% правильное высказывание. Поддерживаю Татьяну полностью. И вы знаете, что я расслабляюсь регулярно и топлю по полной программе за минимализм в гардеробе, в вещах и прочем. Понимаю, что когда выкидываешь и делаешь, организуешь своё пространство с минимум вещей, то ты понимаешь, что на самом деле тебе не нужно много вещей. Основная часть вещей, которая у нас хранится, они просто создают вот этот халвь, беспорядок, и мы ими по большому счёту не пользуемся. Далее, постулат номер пять. Вредные привычки алкоголя и курения. Сейчас большинство некурящих людей находится среди элиты, говорит Татьяна. Среди самых богатых, образованных и умных людей России, Европы и Америки. А большинство курящих, наоборот, среди бедных и необразованных. Отсюда вывод. Хочешь быть элитой? Делай как элита. То же самое с алкоголем. Помимо того, что алкоголь поглубно влияет на организм, на кожу, на мозг и на всё остальное. Все мы знаем, что лицо отекает, всё обезвоживается. Но не суть. Это, конечно, ваше дело. Я не пью уже больше трёх лет. Бросила курить тоже примерно два месяца назад, чуть меньше. В общем, я с этим хэппи. Некоторые думают, что я немножко с привабахом. Возможно. Но я поняла, что употребление алкоголя не приносит мне столько радости, сколько негативных последствий, на мой взгляд, образуются после него потом. Так что я не настолько круто себя чувствую, насколько плохо мне потом. Несмотря на то, что даже если я выпью один бокал или какое-то хорошее вино, два-три бокала. Поэтому я не пью, не курю и вам не советую. Дальше. Люди успешные, организованные. У них есть расписание дня, и они его придерживаются. Если у вас нет своего расписания, вы подстроитесь автоматически под чьё-то чужое. Делайте, в первую очередь, то, что приносит вам деньги, а потом всё остальное. И Татьяна говорит про правила 3D. Делай, делегируй и дай пинка. Очень классная на самом деле история. Мы в большинстве своём берём на себя слишком много ответственности. И даже руководители крупного звена, они часто тоже, к сожалению, не умеют делегировать. Потому что если они шли к своей руководящей должности с самых низов, они привыкли работать и пахать. Их никто не учил правильно делегировать, правильно распределять обязанности между своими сотрудниками. И это очень, скажем так, большая проблема, что человек не может отпустить, не может довериться, и считает, что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Нет, неправильно. Хочешь сделать хорошо, чтобы работа была сделана хорошо – объясни, как сделать своему сотруднику. делегируй, потом проверь. Если есть ошибки, поработайте над ошибками, чтобы дальше было всё правильно. По поводу расписания тоже очень чётко понимаю, что когда у меня не было своих планов, скажем так, на неделю или дальше, я подстраивалась под все другие планы, потому что вроде бы у меня нет планов, а что бы мне не пойти навстречу другому человеку. И в конечном итоге я понимала, что мои дела сдвигаются, и я как-то занимаюсь не тем, чем мне хочется. Поэтому я стала для себя выстраивать план на неделю, на месяц, и в конце 2020 года сделала себе план на год. И стараюсь его придерживаться, чтобы достичь каких-то своих целей. Поэтому советую вам тоже придерживаться этого плана. Книг по планированию на просторах интернета, в библиотеках, книжных есть много, поэтому, если интересно, можете почитать на эту тему. Так. Тарам-барам. А, ещё очень важное, что мне понравилось, Татьяна много говорит про инвестирование, про накопление, о том, что деньги любит счёт, и как она предлагает жить, чтобы получалось откладывать. Обычно люди, и я в том числе, когда начинала копить, я тратила деньги, и в конце, если у меня что-то оставалось, ровно в день, когда мне начисляют зарплату, то, что оставалось прошлого месяца, если оно оставалось, я откладывала. Вот. Но это приводит к тому, что не остаётся ничего, потому что мы тратим под ноль. Поэтому Татьяна рекомендует другой способ. Как только вы получаете, вы откладываете минимум 10% своего дохода. Лучше начинать именно с 10%, потому что это не так сильно сказывается на уровне жизни. Если вы получаете большую сумму, можно и больше откладывать. Откладываете, например, те 10%, а на оставшуюся сумму живёте. И так вы и не будете чувствовать себя ущемлённым, и отложите, и, соответственно, дальше накопите. Вот такое моё сегодня получилось видео про книгу Татьяны Конкиной. Сразу скажу, что видео не спонсировано. Я действительно очень прониклась этой книгой. Большое спасибо Татьяне. Оставлю, ещё раз повторюсь, ссылку на её книжку на Литрессе внизу в описании. Ссылка реферальная. Так что, если вы по ней перейдёте и купите эту книжку, вам это не будет стоить ничего. А если сейчас есть на Литрессе за реферальные ссылки и скидки, то это будет даже со скидкой. А мне они какой-то бонус там в виде книжки, либо каких-то бонусных рублей на счёт кинуть. Мне будет приятно. Если видео было вам полезно, и вы нашли в нём что-то интересное для себя, для своего саморазвития, буду рада вашим лайкам, буду также рада вашим комментариям и мыслям насчёт либо книжки Татьяны Конкиной, если вы её читали, либо тем постулатам, которые я озвучила из этой книжки. И можем поболтать на эту тему в комментариях. Всем спасибо за просмотр. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok